Продолжу тему, которая у нас уже задумалась. Тема атаки ног. Скажу, что тема ног в кумите, она только украшает спарринг. Спарринг становится красивый, спарринг становится зрелищный. Когда спортсмены используют технику ног, и за счет техники ног преображается бой, преображается спарринг. Результаты могут быть разные, но само по себе это красиво смотрится, когда человек использует ногу. Красиво. Но что к этому сопутствует? Необходимо хорошая растяжка, хорошая подготовка. Если ноги не подготовлены, не растянуты, это очень сложно. Соответственно, людям, которым уже постарше, по его поколениям, за 40 лет, техника ног необходима. Вот как я сам по своему возрасту чувствую, как Мостин своей говорил всегда, что здесь после 40 лет необходимо больше работать ногами, потому что они стремительно теряют скорость, стремительно теряется техника. Поэтому после 40 лет, когда он говорил, надо больше работать ногами, чтобы ты не потерял и был в томности постоянно. И я хотел бы начать с первого, то, что я сам нарабатывал когда-то удары ногами, и конкретно сегодня именно Маваши Гери. Давайте мы разберем первое время во время комитета команды. Маваши Гери, я начну с передней ноги. Передняя нога Маваши Гери в комитете, она так же, как и Кизами Дуки, и Маваши, она очень близко находится к противнице, достаточно близко, и она грозная, если человек хорошо отрабатывает удары ногой переди ногой, она создает дискомфорт противнице. И первое, что я хочу начать, это Маваши Гери и Ашиварай, связать их. Маваши Гери и Ашиварай. Ашиварай, Ашиварай техника, при которой мне необходимо встать на линию, то есть вот по прямой линии. Но по прямой линии я не могу в самом начале встать, потому что комитета у нас находится в достаточно такой форме. То есть вот сюда перейти мне сложно, это будет заметно. Первое, Маваши Гери. Маваши Гери, я стою здесь. Маваши Гери мне необходимо сюда ногу поставить после удара. То есть не здесь для удара, не здесь для удара, а вот сюда поставить ногу. И Маваши Гери загрузить. Здесь оторвать метр, загрузить. После чего, взбить. Вот здесь. Маваши Гери, вот, и Ашиварай. Такая нехитрая комбинация, но она здесь необходима точность постановки носка. Вот сюда. Уйти. Из позиции прямой. Маваши Гери. Ашиварай. Хорошо. Давайте попробуем. Хотел бы чуть-чуть добавить к тому, что было сделано. Пожалуйста, когда вы делаете Маваши Гери, когда вы делаете, очень важно, чтобы у вас колено так стало. Вот так, если будет стоять, вы бедро не развернете. Вот именно так поставьте ногу. То, что здесь идет Маваши Гери, вот здесь. От правилов. Ну, вот, скажем, если с подобной позиции, я должен после Маваши вот так стать. Вот выровняться на одну линию, но колено должно быть заряжено. Если у меня колено заряжено таким образом, мне удобно двигаться вперед. Я двигаюсь вперед. Удобно мне двигаться. Здесь я не смогу двигаться вперед. Вот это неестественное движение. Вот это естественное движение. А скажу, что те, у кого нет шансов вытянуть ногу, нет шансов вытянуть ногу с бедром, вот такие формы нет в вытяге. Сордачный бедр хорошо. Вот как здесь девать? Ну, мягкий там. Живот. Живот и сюда. Ну, результат, итоги. После Маваши, чтобы сюда надо ставить, это на него. Отсюда легче будет двигаться на противник. Вторая часть. Это уже из моего личного опыта на соревнованиях, в которых я выступал из прошлых лет. Мне нравилось подобное делать и хотел бы сейчас и вспомнить самому, и поделиться с вами. Я Маваши Гири Чудан. Маваши Гири Чудан. Маваши Гири Чудан. Чудан, Чудан. Я, скажем, я практиковал Чудан. Там не имеет значения. Главное было бы использовать Маваши Гири Чудан и уйти вот сюда. Вот сюда. То есть вот, тас, вот сюда уйти. Я думаю, Маваши Гири Чудан часто, я тут по прямой остаюсь, по прямой. Шансы, шансы выравниваются, один на один. Может быть, а может нет. Но в этом случае, Маваши Гири приходил сюда, и здесь. Мне главное было бы, важно, уйти вот, по прямой руке вот сюда. Вот сюда сесть. После Маваши Гири. Ну, подобное, разнобой, когда стоим. Маваши Гири Чудан. И дальше забиваем. На подобных, на подобных комбинациях есть, как бы, определенный почерк исполнения. Да, вот у каждого свой почерк. Я, я исполняю, ну, я нарывался на достаточно жесткие травмы. Нарывался на жесткие травмы, когда оставался, когда были близко к противнице. Потому что дистанция и его давление руки, и его захват в кимоно, то есть он не стоит. Он в любую секунду реагирует. Противник горячий, на фонаре, это адреналин высокий. И, понятно было, мне в том случае, когда я уходил далеко, вот эта свободная прослойка, вот эта свободная пространство создавала мне безопасность небольшую. И тем, как вот, потом дистанция была очень очень, она амплитудное движение. Амплитудное движение имело преимущество. Когда я становился близко, у них не было амплитуды. Оно, конечно, силовое, движение силовое, но риска было больше. Последнее, что я хочу поделиться, это как методика, это комбинация ног. Это не кумите, но как связки для отработки ногами. Давайте поочередно попробуем. Бесплатно, пару минут, пару минут стоять. Сюда. Ну, команда. Команд. Майгери. Майгери. Два движения вперед, два движения назад. Вот. Майгери. Уширогери. И Мавашигери. Уширогери. Мавашигери. Уширогери. Все. Вот такие парни движения. Давайте вместе попробуем. На один счет два движения туда. На второй счет два движения обратно. И. Майгери. Саппи. Черт. Гоу. То же самое, конечно, уже вы понимаете, делается это с другой стороны. Вот такие парные упражнения очень хорошо раскрывают бедра. Ставят двойные комбинации. Помогают ноге быть более динамичными. Более такой, работать в связке. Как правая, так левая нога учатся работать в связке. Двойные удары ногами здесь очень хорошо прививаются. Вот. У меня все. Спасибо большое. Спасибо.